Здоровье это еще не все, но все без здоровья ничто, поэтому ближайшие полчаса посвятим полезной информации. Меня зовут Инесса Панченко, здравствуйте. Видеть жизнь на 100% значит жить на все 100%. И с этим утверждением, наверное, трудно поспорить, ведь при помощи зрения человек получает более 90% информации. Однако наши глаза, как и весь организм, находятся в постоянной опасности. Болезни зрения не дремлют, пытаясь лишить нас этого необыкновенного дара. Попробуем разобраться, почему так происходит, как можно сохранить мир в красках до глубокой старости. С удовольствием представляю вам наших гостей. Это Елена Гришина, заведующая офтальмологическим отделением больницы Середавина. Здравствуйте. Добрый день. Игорь Малов, заведующий кафедрой глазных болезней, сам ГМУ, доктор медицинских наук. Добрый день. Здравствуйте. И Владимир Чин, врач-офтальмолог больницы Середавина. Добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте. Глаз вот наш такой совершенный механизм, да, он очень сложный, судя по всему. Очень сложный, так же, как и весь организм. И глаз – это орган, в котором, можно сказать, сосредоточены не только анатомические структуры, но и сложная оптическая система, состоящая из роговицы, хрусталика, стекловидного тела. Это как очень-очень сложный телескоп. Причем телескоп, находящийся в постоянной динамике, в зависимости от дальности зрения, от освещенности, даже от функционального состояния самого человека. И плюс – это тончайшая ткань сетчатка. А сетчатка – это настолько тонкая нервная ткань, это как кора головного мозга, есть такое выражение, только вынесенная на периферию. Вот как для головного мозга, кора головного мозга – это тончайшая ткань, способная совершать миллиарды-миллиардов ассоциативных связей. Вот настолько сложное строение имеет сетчатка, только вынесенная вот в орган зрения глаз. Вот, наверное, живем и не думаем об этом. А скажите, пожалуйста, вот интернет сообщает о том, что болезни зрения, болезни глаз прогрессируют и количество их увеличивается. Видите ли вы это по своей работе, по своим пациентам, насколько вот актуален этот вопрос сегодня? К сожалению, да. Количество глазной патологии из года в год становится все больше. Что с этим, что на это влияет? Экология, какие-то другие факторы. Пока ученые пытаются раскрыть причины увеличения заболеваемости, но из года в год мы сталкиваемся с тем, что количество таких заболеваний, как синдром сухого глаза, становится все больше, все больше. Молодых людей приходят и жалуются на покраснение, на сухость. Количество, к сожалению, таких серьезных заболеваний, как глаукома, растет. К сожалению, несмотря на современные возможности, мы еще пока далеко находимся от победы такого сложного заболевания, которое приходит к необратимой слепости зрения. И самая частая офтальмохирургическая патология, это, конечно, катаракта. Становится все больше и больше. Ну, миопия у школьников, это ВИЧ в нашем времени, к сожалению. Со многими этими заболеваниями мы активно боремся в нашем отделении. Вот, кстати, как раз и спросила... Я бы тоже, да, хотела бы добавить, опять-таки, преувеличение глазной патологии. На базе нашего отделения широко ведется лечение патологии глазного дна, то есть сетчатки. И по этим заболеваниям мы тоже видим, насколько они прогрессируют. Известно, что сахарный диабет прогрессирует каждый год, буквально в геометрической прогрессии. И, к сожалению, мы это видим по проценту больных с поражением зрения глаза на фоне сахарного диабета. Таких больных становится все больше и больше. Кроме этого, такое тяжелое заболевание, как возрастная макулярная дегенерация, то есть болезнь пожилых людей, когда поражается сетчатка именно в самой центральной зрительной зоне. И тоже таких больных становится все больше и больше. Это связано и с изменением озонового слоя планеты, с изменением инсоляции, то есть поступлении солнечных лучей, и даже рост продолжительности жизни. Как говорится, слава богу, с одной стороны, хорошо, что наши пожилые люди живут дольше, но такой патологии мы видим все больше и больше. Несмотря на то, что глазных болезней великое множество, по разным источникам разную цифру называют, все-таки каковы основные, с которыми приходится непосредственно вам буквально каждый день сталкиваться и работать? Кто ваши пациенты, с чем они чаще всего у вас? Ну самое основное, заболевание, с которым поступают больные на хирургическое лечение, а мы являемся смешанным отделением, которое занимается как хирургической патологией, то есть хирургическим лечением, так и лечением консервативным заболеванием глазного дна и других заболеваний глаз. Самым широким, как говорится, заболеванием, или часто встречающимся, является возрастная катаракта. И все. И к сожалению, как сказал Игорь Владимирович, она тоже часто встречается у молодых. Вот недавно у нас была только женщина, 35 лет буквально. То есть это тоже происходит по, вероятно, причинам изменения нашей экологии или образ жизни у больных и все. То есть основной хирургический метод – это замена хрусталика с имплантацией, интерокулярной линзы, как мы говорим, или искусственного хрусталика. Как быстро двигается деление в этом направлении, в направлении новых методик? Наш министр здравоохранения сказал, что офтемиология у нас ведет впереди всех других отраслей медицины в нашей стране. Я могу честно сказать, что это так оно и есть. Мне сейчас хочется с горой сказать, что уровень нашей офтальмохирургии при многих видах офтальмо-патологии соответствует мировому. Вы сейчас это серьезно говорите? Я серьезно. Я несколько лет назад была на стажировке в Израиле, и с точки зрения хирургии катаракты, и даже с точки зрения хирургии лечения глазного дна, мы никак не отстаем даже от лучших клиник Израиля. Одни и те же методики, одни и те же аппараты. Я даже когда вошла в операционную... Одни и те же хирургии. Вас ничто не удивило? Меня ничто не удивило. Те же самые аппараты, те же самые микроскопы, те же самые методики. То есть катаракты можно вообще не бояться? Наши доктора справятся с этим, получается? Вы знаете, у нас есть пациенты, которые имеют возможность прооперироваться и в Германии, и в Израиле, у которых есть свой бизнес. Многие ведь и используют эти возможности, да? Они приезжают к нам, они приезжают к нам, оперируются, привозят своих родственников. Поэтому, кто знает уровень отечественной офтальмохирургии, тот, в принципе, убирает... С точки зрения оперативного лечения катаракты, в данном случае нет смысла ехать за границу. В нашей стране и в Самаре, и во всех офтальмологических клиниках города Самара. А Самар счастливый город, у нас много офтальмологических клиник, у нас больные имеют возможность... Выбирать, да. ...получить высокий уровень хирургического лечения катаракты. И наша клиника в том числе. Мы работаем на высоком уровне, на лучших аппаратах, последними методиками. И с имплантацией искусственных хрусталиков любых моделей. Любых моделей. И все, любых стран-производителей, любых ферм. И все больное имеет право выбора хрусталика. Он может выбрать хрусталик только для Дали. Или многие больные, которые всю жизнь, и работа у которых связана с работой для Близис, специально заранее обговаривают, что мне сделаете маленькую близорукость, чтобы я для Близи пользовался без очков. Больные, которые вообще не хотят пользоваться очками, имплантируют бифокальные хрусталики, которые позволяют видеть и для Дали, и для Близи. Вы знаете, мы живем в таком городе, очень известном для офтальмологов всей России, даже всего мира. Это город, где сложилась уникальная научная школа, которую называл Тихонован Чирошевский. В принципе, мы все выходы из этой школы, все самарские офтальмологи. Вот этот ритм, который изложил самарским офтальмологом Тихонован Чирошевский, он продолжается и сейчас. И сейчас наши самарские офтальмологи активно участвуют в различных конференциях, участвуют в международном уровне, в международных конференциях, участвуют в докладах, совершают какие-то новые достижения, предлагают новый метод лечения, новый метод диагностики. И в этом плане, я говорю, что на всех конференциях не стыдно бывает за нашу вот эту самарскую школу офтальмологов. Радостно, конечно, все это очень слышать. Я бы еще очень хотела поговорить все-таки, вот вы только что сказали о том, что Самара город офтальмологов, что на самом деле у нас достаточно большое разнообразие различных клиник. Я бы хотела все-таки поговорить об особенностях вашего отделения, но прежде чем мы это сделаем, давайте сходим туда на экскурсию вместе с нашими зрителями, посмотрим сюжет, который мы только что записали. Последние два года жизни Тамара Сериченко сравнивает с садом. После перенесенного инсульта оказалась частично парализованной. Не могла самостоятельно передвигаться, с трудом говорила. Но испытания на этом не закончились. От катаракты быстро перестал видеть один глаз, а следом за ним и второй. Темнота и обездвиженность не оставляли надежды. Я приехала сюда, все расплывалось, все это самое, ну и мне так тяжело было. Потом, когда сделала операцию, я на лицах, я в палате девочек посмотрела, я совсем представляла, что лица не такие. Когда я их увидела, такие женщины хорошие. Цвет жизни вернулся к женщине уже на следующий день после операции. Катаракту сегодня удаляют многие клиники, но большинство из них не берут таких пациентов, как Тамара Сериченко, с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Не хватает узкопрофильных специалистов. Для офтальмологического отделения больницы Середавина этот случай один из рядовых. Общее соматическое тяжелое состояние не является противопоказанием к операции, в данном случае катаракты, да, удалению катаракты, и не является препятствием для нашей хирургии. Если больной компенсированный у нас, если он у нас в стабильном состоянии находится, мы на базе нашей многопрофильной больницы ждем и вполне готовы прооперировать его. Чтобы разобраться с любой проблемой зрения, необходимо глубокое исследование. Разумеется, сначала врач проводит осмотр, но в большинстве случаев такой диагностики мало, требуется собрать больше информации. В таком случае на помощь приходят современные методы. В арсенале офтальмологов отделения их немало, но один из самых высокоточных – оптическая когерентная томография. Дает возможность послойно посмотреть сетчатку, структуру зрительного нерва, что в дальнейшем определяет тактику лечения пациента, да, то есть наличие отека, сухая форма дистрофии сетчатки. Это уже дает нам представление о более современном подходе именно к лечению заболевания. Ну и в дальнейшем оценить эффект нашего лечения, да, то есть чтобы посмотреть динамику. Больница Середавина обследует и лечит наиболее сложных в диагностическом плане больных. Более двух тысяч пациентов в год. Зрение – сложный механизм, для него нужны не только глаза, но и связи со зрительным, чувствительными двигательными центрами головного мозга. Нейроофтальмолога, наверное, можно назвать виртуозом. Ему необходимо знание в области заболеваний глаз, мозга, нервов, мышц, а еще в области психологии, ведь операция для любого человека – это стресс. Хотя мне в палате, которое женщины делали, говорили, не бойся, не больно, все это самое, ну, знаешь, психологически тяжело. Потом пришла, мне начали делать, она все объясняет, все так внимательно, все так это самое, хорошо, да. Господи, ухватить неохота была. Такая милая пациентка. На самом деле я хочу сейчас обратиться к Владимиру Алексеевичу. Насколько мне известно, вы по специализации невролог, да? И более того, вы достаточно большой период отработали как раз в этом качестве, и вдруг вы сейчас вот офтальмолог. Вообще, почему так случилось? И отсюда, наверное, что такое нейроофтальмология, да? Да, дело в том, что изначально я работал врачом-неврологом, но в основном занимался сосудистыми заболеваниями головного мозга, то есть это инсульты и тому подобное. Вот, и во время, в период моей работы я часто стал замечать, что многие пациенты, которые перенесли определенные заболевания головного мозга, страдают потом в дальнейшем с нарушением зрения, проблемой зрения и какими-то определенными зрительными изменениями. То есть это меня очень заинтересовало. То есть я стал более глубоко заниматься этим вопросом, как говорится, копать. И в дальнейшем, таким образом, я все-таки пришел в офтальмологию, на кафедру. То есть то, что наука изучает, вы все опытным путем познали? Чисто клинически-практическим. И заинтересовавшись этой проблемой, я пришел уже на кафедру, где мне, как говорится, уже дали путь дальнейшее развитие. И в итоге я пришел уже работать в отделение офтальмологии больницы имени Середавина, где как раз я узнал, что это, можно сказать, особенность этого отделения, оно непосредственно работает и зарекомендовал себя как нейроофтальмологическое отделение. То есть это... Оно, собственно, изначально ведь так и создавалось, да, когда-то, как нейроофтальмологическое? Ну, оно не только эта цель, и много других целей для существования офтальмологического отделения на базе многопрофильной больницы, но это тоже была одна из задач формирования этого отделения. Дело в том, что многопрофильная больница, ну, тогда Калинина, сейчас Середавина... Всем привычнее, пока еще Калинина. Да, извините, рефлекс, много лет отработали. Она, как вы знаете, обладает очень большой диагностической базой, очень богатой. Там есть аппараты МРТ, там есть аппараты КТ. Я не буду называть много других диагностических методик. На базе больницы есть отделение и центры специализированные рассеянного склероза, сосудистый центр. И поэтому, когда привозят больного, или больной сам, слава богу, приезжает, или в некоторых случаях даже на скорой помощи привозит, больной ослепший, и надо диагноз поставить буквально за несколько часов, если не за несколько суток, отдифференцировать неврологическую патологию от нашей, офтальмологической. А это очень близко, да, насколько я понимаю? Это головной мозг, это одно и то же. Зрительные нервы – это часть головного мозга. И сетчатка, я вам говорила, это тоже, как говорится, часть головного мозга на вынесенной периферии. И очень трудно разобраться. Для этого нужно быстро проделать все эти, так сказать, обследования. Больного необходимо проконсультировать у невролога, у нейрохирурга, у сосудистого невролога. Именно чтобы дифференцировать, на каком этапе зрительного анализатора произошла патология, где произошла авария. То ли в головном мозге, то ли у нас в глазу. И тогда уже, естественно, от этого зависит тактика лечения. Даже куда больной будет госпитализирован, то ли в сосудистые отделения и лечить инсульт, но просто с поражением зрительной зоны, то ли к нам в глазное отделение, если у него имеется непосредственно поражение зрительных нервов. А вот в этом, наверное, и удобство многопрофильности, что вы определяете и сражается. Да, да, да. Поэтому, я говорю, поэтому она и создана, наше отделение было и создано на базе нашей больницы. И это неотделимое его преимущество. И это, извините, продолжу, как говорится, это касается не только нейроофтальмологии. На базе нашего отделения лечатся и молодые люди, и относительно молодые люди среднего возраста, но с тяжелыми сопутствующими патологиями, с ревматологическими, с гематологическими. Я уже говорила про сахарный диабет. И, к сожалению, при всех этих тяжелых заболеваниях могут быть поражения глаз. Могут быть. И поэтому они лечат у нас. Да, у нас лежат и больные с лейкозами, но с поражениями глаз на фоне гематологических заболеваний. И на фоне ревматологических тяжелых заболеваний. И, опять-таки, получая лечение на базе нашего отделения, они находятся под непосредственным наблюдением и курацией именно тех специалистов, которые им в данный момент необходимы. Специалисты могут им откорректировать лечение буквально ежедневно. Ну, а что появилось в отделении в связи с появлением вот в 90-м году кафедры глазных болезней, Игорь Владимирович? Сразу же отделение терминологической калинина стало заниматься микрохирургией. Активно заниматься микрохирургией. Тогда еще это, так скажем, был, может быть, уделом больницы Ярошевского только. И все вот эти новые методики, которые были предложены Тихону Ивановичу Морошевскому, разработаны сотрудниками кафедры офтальмологии, они были активно внедрены, освоены на базе кафедры и офтальмологического отделения. Это и микрохирургическое лечение глаукомы, что всю жизнь занимался Валерий Матвеевич. И, безусловно, его основное направление – это лазерное лечение, лазерная хирургия. Он один из первых в Самаре занимался лазерными, и это все было принесено в офтальмологическое отделение. Сейчас Елена Евгеньевна продолжает заниматься лазерными, Владимир Алексеевич тоже стал заниматься лазерными. И, безусловно, интерокулярная коррекция микрохирург-теракты про то, что мы сейчас говорим. Единственное, что сотрудник кафедры активно участвует в лечебном процессе. Учить, лечить и заниматься наукой – это основной девиз для сотрудников самого ГМО. Мы активно притворяем этот лозунг, который дал нам Геннадий Петрович. Помогаем врачам, офтальмологам освоить наши непростые микрохирургические операции. У вас наука всегда под рукой. Мы в тандеме. Я могу сказать, что особенностью в здравоохранении самароскопа является тесная взаимосвязь практического здравоохранения и высшей школы. Ну, я думаю, что в завершении все-таки будет неправильно не дать нашим зрителям никаких советов. И вот, Владимир Алексеевич, коль скоро говорили о вашей такой сложной специализации, да, если я правильно формулирую, вот все-таки какие основные опасности подстерегают нас? Может быть, можно уберечь себя от каких-то неприятных моментов? Ну, уберечь в каком плане? Конечно же, это вовремя обратиться к врачу. То есть не стараться самим себе помочь, не выжидать ничего. То есть если появились первые какие-то симптомы, то есть снижение зрения, человек заметил самостоятельно даже какое-то ухудшение зрения на одном глазу или на обоих, сразу же обратиться нужно к врачу, потому что в данной ситуации это может предвещать любые заболевания, даже не заболевания глаз. То есть снижение зрения не только, может быть, заболевания глаза, но и, как мы уже обсуждали, и головного мозга. Поэтому в данной ситуации, конечно же, главный фактор – это доступность и своевременность оказания помощи. Наше отделение в этом плане в первую очередь и особенно то, что оно доступно, многопрофильно, и в данной ситуации весь диагностический профиль у нас имеется. То есть мы это все можем оказать. Поэтому в первую очередь пациенту что нужно знать? Как правильно себя предостеречь? То есть даже если человек в домашних условиях проверит зрение, это уже что-то. То есть он может закрыть один глаз, проверить, как видит один глаз, закрыть самостоятельно другой глаз, аналогично проверить. Видит какое-то ухудшение, туман, черные пятна, которые, допустим, со временем увеличиваются. Конечно, в данной ситуации лучше не заниматься самолечением, а сразу обратиться на консультацию к врачу, и мы там уже дальше определим, в чем причина. Конечно же, на фоне повышения артериального давления, сахарного диабета, все это может в первую очередь возникать. Поэтому, опять же, не терять времени и обратиться к врачу. В данной ситуации мы поможем, определим и дадим рекомендации. Елена Гейна, я знаю, что опыт вашей работы накопил богатый арсенал вот этих опасностей, на самом деле, которые нас подстерегают. И это может быть не только сахарный диабет и давление, да, а в совершенно молодом возрасте можно просто лишиться зрения. Почему? Что еще бы вы посоветовали тем, кто нас сейчас смотрит? Сейчас эта патология редко встречается, да. Сейчас ситуация в стране у нас относительно благополучная, с некачественным, с нелицензированным алкоголем. А вот, как говорится, мы врачи с многолетним опытом, и в 90-х годах на базе нашего отделения таких больных пролечивалось очень много, сотни в год. Помните, тогда ситуация была очень тяжелая с недоброкачественным алкоголем. И как раз на базе нашего нейроавтальмологического отделения лежало очень много больных с поражением зрительного нерва. В результате употребления недоброкачественного алкоголя. А сейчас, вот, к сожалению, недавно у нас отлежал больной, очень молодой человек. И все, вот с ним случилось такое несчастье. Был куплен дорогой напиток в дорогом магазине. И все, в хорошей компании употребили этот дорогой напиток из дорогого магазина. Но, к сожалению, напиток оказался недоброкачественным. А вот вы говорите, поражение зрительного нерва, я думаю, это не всем понятно, может быть, будет до конца. Что значит поражение зрительного нерва? Это человек стал плохо видеть? Или он перестал со всеми? Что это? Он перестал видеть совсем. Совсем. Вот есть такое банальное выражение, нервные клетки не восстанавливаются. Зрительный нерв – это большое-большое скопление нервных волокон, нервных клеток. И вот в данном случае метиловый спирт, а все мы знаем, что самый главный агент на нервные ткани глаза, от чего слепно, это и на мозг, это метиловый спирт. К сожалению, поражает безвозвратно. Восстановить, то есть все, восстановить уже нельзя. Безвозвратно, безвозвратно. Ну и в завершение еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, почему невозможно трансплантировать глаз? Почему до этого еще наука не дошла? Может быть, это дело времени. Я думаю, да, как раз сейчас вот новый технологический уклад, новые технологии. И я думаю, я вот недавно приехал с конференции, где решается вопрос трансплантологии и клеточной медицины. И я думаю, что близко то время, когда будет возможным хотя бы частично заменить пораженные клетки, органы зрения, например, сетчатки, искусственно выращенные. И те пациенты, о которых мы сейчас, например, говорим, больные с серьезным поражением зрительного нерва, сетчатки, которые в настоящее время являются так ослепшими, безвозвратно, могут получить зрение. То есть надежда появилась? Будем надеяться, потому что буквально, вот, например, еще 10-15 лет назад, и при многих заболеваниях глазного дна, к сожалению, мы разводили руками и ничего не могли поделать. За 10-15 лет произошел огромнейший прорыв в развитии офтальмологии, в медикаментозном лечении, в хирургическом лечении. И мы сейчас можем помочь большинству из них. Так что, кто знает, может быть. Я благодарю вас за участие в нашей программе. В завершении простой тест на остроту зрения. Посмотрите ночью на небо, найдите большую медведицу, и если в ручке ковша возле средней звезды вы отчетливо увидите небольшую звездочку, это значит, ваши глаза обладают нормальной остротой. Этот способ проверки зрения был принят у древних арабов. Увидимся 17 августа. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»